Мы открыли Excel-файл, но прежде чем начнем в нем разбираться, я вам расскажу про один очень популярный способ ведения банкрола. Этот способ ведения банкрола в принципе далеко не самый ужасный, с ним невозможно разориться, в отличие от множества псевдо-стратегий ведения банкрола, которые раскиданы по всей сети интернет. Но в этом способе также есть один небольшой пробел, который заметно уменьшит ваш заработок. Итак, есть такая стратегия ставить фиксированный процент не от начального банка, а от текущего. Я когда был любителем в ставках, я также использовал эту стратегию, почему-то особо даже не думая, обоснована ли она математически. Я был уверен, что она позволит расти моему банкролу намного быстрее. Как я уже сказал, стратегия заключается в том, чтобы ставить определенный процент от текущего банка. В то время я всегда ставил 5% от своего текущего банкрола, то есть я после каждой ставки пересчитывал свой банкрол и после этого ставил 5% уже от своего нового банкрола. К примеру, наш герой начал с банком 1000 долларов. Значит по этой стратегии он должен был поставить первую ставку 50 долларов. К примеру, он поставил ее на коэффициент 2 и его ставка выиграла. Значит теперь его банк насчитывает 1050 долларов. Теперь высчитаем 5% от нашего нового банка. Получается, 52$ 50. Мы должны поставить на следующую ставку. Если бы мы проиграли первую ставку, наш банкрол составлял 950 долларов. Значит мы должны были поставить И 47 долларов 50 центов на вторую ставку. Теперь когда стратегия вам понятна, давайте посчитаем насколько эта стратегия невыгодна. Давайте на секундочку представим, что мы нашли контору, в которой нет маржи и на победу двух соперников дают коэффициент 2. Мы ставим 20 ставок по этой системе, из них играет 10, а 10 проигрывает. С учетом того, что мы ставим на коэффициент, который равняется 2, мы по логике вещей должны остаться при своих начальных деньгах. И так бы и было, если бы мы никогда не меняли сумму ставки. Но давайте посмотрим, что произойдет, когда мы будем менять сумму ставки, исходя из размера нашего текущего банка. Итак, давайте рассмотрим наш Excel. Как мы видим, в нем есть 4 столбика. В первом столбике наш текущий банк. То есть до ставки сейчас банкрол у нас 1000 долларов. После первой ставки он уже 1050 долларов. После второй ставки 1102 доллара 50 центов. Во втором столбике у нас сумма ставки. Как я уже говорил, ставим мы по 5% от текущего банка. То есть первая ставка у нас будет 50 долларов, так как это 5% от банкрола в 1000 долларов. Поскольку первая ставка у нас выиграла, то вторую ставку мы уже ставим 52 доллара 50 центов. Это 5% от банкрола в 1050 долларов. В третьем столбце указано выиграла или проиграла ставка. Буква В и зеленый цвет означает выигрыш ставки. Буква П и красный цвет, соответственно ее прогрош. Итак, давайте посмотрим результаты. Здравый смысл нам подсказывает, что если у нас сыграет 10 ставок и проиграет также 10 ставок, при том, что коэффициент у нас всегда 2 и нет маржи, мы должны остаться при своих деньгах. То есть у нас на счету должно после 20 ставок быть 1000 долларов. Но как мы видим у нас чуть более 975 долларов. То есть из-за того, что мы меняли сумму ставок, придерживаясь стратегии, которую вы читали из интернета, мы проиграли 25 долларов, то есть 2,5% от нашего банкрола. И это лишь за 20 ставок. При том, что если бы мы не следовали этой стратегии, то по всем законам математики у нас была бы сейчас на счету 1000 долларов. Если же мы откроем вторую табличку, то увидим, что за 100 ставок дела становятся еще хуже. Выиграв 50 и програв 50 ставок, мы проиграем более 11% наших денег. И это, напомню, без маржи конторы. Кстати, обе эти таблички составлены с встроенным генератором случайных чисел, и поэтому мы можем сгенерировать другие варианты исходов ставок. И увидим, что в какой бы последовательности ни играли наши ставки, результат все равно будет одинаковый. То есть неважно, выиграет ли в начале 50 ставок, а потом проиграет 50 ставок, или же по какому-либо другому принципу будут разыграны эти 100 ставок, в итоге все равно мы получим один и тот же результат. Вот смотрите. Давайте сейчас проклацаем, пока генератор не выдаст нам распределение выигрышных и прогрешных ставок 50 на 50. Как вы понимаете, если бы мы не меняли сумму ставки вообще, 50 выигранных и столько же проигранных ставок давали бы нам результат равный 0. То есть наш банкрол после 100 ставок оставался бы 1000 долларов. А значит для коэффициента 2 точка без убыточности 50%. Как только мы начинаем двигать сумму ставки, наша точка без убыточности смещается с 50% выигрышей до примерно 51,25%. То есть, если нам раньше нужно было выиграть 50% ставок, чтобы мы ничего не выиграли, ничего не проиграли, то теперь нам нужно выигрывать 51,25% ставок. И это все из-за довольно мелкой ошибки в ведении банкрола. Кстати, если бы мы правильно управляли банкролом, то 51,25% угаданных ставок давали бы нам ROI 2,5%. И все, кто смотрели прошлое видео, помнят, что ROI 5% в ставках считается достаточно большим. И когда кранешь в себя 2,5%, только из-за небольшой ошибки в ведении банкрола происходит очень большая потеря денег на дистанции. Давайте подведем итог всему сказанному. В оптимальном методе ведения банкрола мы должны ставить достаточно мелкие ставки, чтобы не иметь возможности разориться при полосе неудач, но при этом ставить достаточно большие ставки, чтобы иметь возможность быстро растить свой банкрол.